Кузык нафига эсо! Пэррот! Науфьендуть! Извини, извини. О, Вармиго! Ты всё ещё здесь? Чё ты хочешь? Санцематор попрости, но я должен знать, это, возможно, последний твой шанс зацепиться за плывёв в турнире. Ты обязан победить Льва Сорокина. Что ты об этом думаешь? Хорошо, окей. Не надо быть гением, не надо быть учёным. Просто посмотри на Льва Сорокина, как он изменился за последний месяц. Что стоит только последнее шоу, когда он бросил своего учителя Владислава Стербятника? Или что стоят его отношения по поводу меня в социальных сетях, когда он очень грубо высказывается? Он, знаешь, как Конор Макгрегор на конференции с Хабибом. Он всё ходит, такой, я, я. Но, блин, мы же все знаем, чем это закончилось для Конора. И здесь будет аналогичная ситуация. Он выйдет, я его победю, заломаю его своим финишером, и всё, раз, два, три, и Льва нету. Так что я в себе уверен, а Лев пусть дальше там и в своих социальных сетях на меня орёт. Вот и всё. Спасибо и простейший раз, если я ухожу. Бодрого времени суток, леди и джентльмены и добро пожаловать на очередной выпуск NRGW. Мы находимся на арене «Красный треугольник» в городе Санкт-Петербург. У микрофона я, Артур Агаджанян, а на ваших экранах лидер турнирной таблицы, лидер турнира за чемпионство NRGW – жёсткий, беспринципный Анатолий Мороз. Перед этим дядей пока никто не может устоять, ни оппоненты, ни зрители, которые его любят и чтят. Добрый вечер! Добрый вечер! АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят, куда работать? Не, 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 чек, чек, манту. Слышно? Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Я рад всех приветствовать на шоу, которое положит окончательный... Калинез, да, хочется сказать. Которое положит окончание в этом году. Всех хочу поздравить с выступающим. Вас здесь сегодня очень много. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы здесь увидите, что очень много. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я запланировал. Виктор Боба доволен. Бабки текут рекой. Ипотека платится. ЕС! ПУ! АПЛОДИСМЕНТЫ Мне говорят, что я слишком жесток в своих мальчиках. АПЛОДИСМЕНТЫ Слишком жесток для... Хочется спросить. Слишком жесток для тех, кто... И... ГОМОСЕКСУАЛИСТов, которые стоят за этими улицами. ГОМОСЕКСУАЛИСТ Значит так, если вы... ГОМОСЕКСУАЛИСТ Надеетесь, что кто-то из вас может вам помешать мне выиграть этот турнир, я вам же говорю, что все глубоко мать вашу заблуждают. Я подтвердил это победить самого быстрого рестлера в федерации. Вот этого парня в красной маске. Я доказал это, когда победил самого сильного парня в этой федерации. Я имею ввиду кризлим. Я доказал это, когда победил самого толстого скользкого *** в этой федерации, которого зовут Константин Иваров. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам, кстати, нравится Константин Иваров? А мы вот такой себе человек, да? Ну то есть в баню я бы с ним вообще точно не пошел. По-моему, он ***. Ну, он из тех людей, которые, знаете, могут уронить их туши мыло и наднуться они вот так вот. Константин Иванов из тех людей, которые когда приходят на вечерюку, говорят на юбилитку так слушая, как резвый, тушь мат, билей, мать твоя. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот после всего этого у меня в копилке целых 8 очков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Конкуренцию мне может составить только Влад Скировякин. Ну, поскольку Влад честный человек, или, по крайней мере, был честным человеком, ну, до какого-то, до сегодняшнего момента, посмотрим, как он будет себя вести, потому что на прошлом шоу он что-то психанул. Влад, аж он психанул сзади. А-а-а. Короче, кто еще? Сальвадор или Лев? Ну, все понимаете, да? Что это такие парки по колену? Никому не интересны. Кстати, смотрели, вчера Харткор вышел с нижнего рога. Вообще, по-моему, ништяк. Если не смотрели, то всегда был его прям последний матч Харткор. Мы там месились. Знаете, что я увидел на пленке? То, что в последний момент матча, когда я уже почти выиграл, выбежал чемпион Бэт Трик Монг, его зовут. Выбежал Бэт Трик Монг, и его здоровая полосатая подруга, полоская, ситяская, подлинная Сигурд. Сигурд. Вы его видели вообще этого Сигурда? Это и так визит Сигурд. Короче, суть в чем? Соперников у меня не осталось. Я бросаю вызов любому. Может, кто-то из вас хочет? Вряд ли. Это вряд ли. Я бросаю вызов любому. Пусть Виктор опыт мне не перечит. Я бросаю вызов любому дебилу, который находится за кулисами. Вот любому муку, который осмелится сейчас выйти на ринг, я ему начищу, мать его, блин, лицо просто. Я втопчу муку и буду вот так убирать ноги, а потом, значит, я сниму шары и сядю на сзади, если прямо вот там, вот здесь. Ну что, есть ли какие-нибудь варианты, желающие, то есть ли? Знаете, что я там? Боясь. Давай, ну какие, кто ты там? А это, леди и джентльмены, тот самый Сигурд, о котором говорил Анатолий Мороз. Здоровый двухметровый представитель GCW. Один из немногих людей, кто не уступает по габаритам Морозу, но Анатолий это нисколько не смущает. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну какие, я не буду говорить таково, где-то, 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 где, где-то, 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 где-то чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть покажу. Так что, первое, вы говорите сейчас, потому что, вам положили в тем, что расширяем вы в этот глубине людей, которые находятся либо вне вашей весовой категории, в основном вне, а гораздо глубине, Либо мне в вашем возрастной категории. Иначе говоря, вы тут в украине. Детей, горячей и константин воров. Далее. Что я имею в виду? Архор из низкого, он в это не смотрел, но слышал, что вы там сломали галактику. С чем я вас исправлю? Кто-нибудь сломал, ты готов к галактике? Нет. А указнет? Тоже нет. Вот. Анатолий Маманов? Мамань! Далее. Что вы говорите? Правильно, или что вы? Ну, выдерну ноги. Ну, как бы да. Можешь выдернуть, а может нет. Я считаю, что это, как вы говорите, правда. Вы не умеете выдернуть ноги. Слушай, а что ты вы сломали галактику? Ну, я вот слушал, что-то как меня зовут, я не знаю, да, кстати, я знаю, что я набрался уже в свою лигу, с тебя сняли парень, вы выбрали парень, вы выбрали парень, вы выбрали парень, и вы выбрали парень. Это по-другому! Так что, ты еще не золотуху, я не получу. Третья... Раз, два, два. Яга! И все подойдет. Итак, подытожим. Два человека у нас хотят подраться. И чтобы шоу не ударилось в самодержавие, выходит начальник, выходит Виктор Побот, генеральный менеджер. 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 Виктор Побот. Виктор Побот, генеральный менеджер. Виктор Побот. Виктор Побот. за пределы ринга. Такое мы в его исполнении уже видели, но это меньше удивлять. Нас не стало. Рефери ведет отчет, а у нас Кимору зафиксировал. А Сигурд... Анатолий Мороз хэдбатами отбивается. Зрители затаили дыхание в ожидании происходящего. Вернулся Сигурд в ринг, чтобы не проиграть по отчету, либо чтобы не была ничья. До девяти уже досчитал. А Сергей Мороз находится по-прежнему за пределами ринга. Я испугался, что судья забыл, что идет после девяти. Но нет, это Сигурд вылез за канат и дроппиком напрыгивает на Анатолия. А мог... Возможно, возможно, Сигурд сейчас уже победить, если бы позволил Анатолию Морозу оставаться за пределами ринга. Но с другой стороны, скорее всего, Анатолий увидел, что Сигурд покинул четырехугольник и не прикладывал дальнейших усилий, чтобы вернуться в ринг. Запуск в стойку ринга. Между прочим, металлическую. Между прочим, очень болезненную. А если вы сомневаетесь в ее болезненности, то приходите на шоу NRGW. И нет, не надо об нее ничем стучать. Можно просто спросить у рестлеров. Так, Анатолий Мороз, конечно, находится в такой ситуации, в которой мы его еще не видели. Полностью под диктовку Сигурда проходит поединок. Анатолий Мороз с трудом поднимается на ноги. С таким же трудом он будет оттащить ипотеку, если не соберется. И как быстро подействовали слова об ипотеке немецкий суплекс. В этом Мороз силен. Он сейчас ловит кураж. На кураже тяжело, конечно, справиться с Морозом. И Сигурд прилагает все усилия, чтобы остановить потоки аморта Анатолия. Ничего себе. Через себя какой интересный бросок. А в исполнении Сигурда... И видите, у него уже три фаната. Три человека его поддерживают. А это он только пять минут на ринге с Анатолием Морозом провел. Но Анатолий что творит? Какую силу он показывает левую руку на Сигурда и проводит фолловый слэм. Анатолий потихонечку, полегонечку у нас на второй этаж. А полез... Не знаю, насколько это уместно. А Анатолий Мороз отвечает своим кроссбаде, что так все и должно было быть. Что он может и на третьем канате, и за пределами ринга, и на матах уверенно себя чувствовать. Если он хочет стать чемпионом, то в таком духе и надо продолжать. Сигурд... Возможно, на Морозную бомбу сейчас попадет, но нет, не смог. Анатолий поднять. Сигурда как следует, рефери досчитал только до двух. Нужно очень хорошо себя показывать Сергею. Все-таки рефери довольно ответственная работа. Его профпригодность сейчас... И вопрос, а у нас со второго раза бомба у Мороза получается. Морозная, ой-ой-ой. Это Иван Морд вмешивается в происходящее. И что хочет провести свой фирменный болевой на Морозе? Напоминаю, что у них... Совсем скоро бой в рамках турнира. И что ж... Что ж Сергей-то не пытается их разнять? Так. Морн, если он сейчас зафиксирует... Нет, не получается. Анатолий Мороз отбился. Ох, под какую угрозу Анатолий сейчас попадает. Под угрозу получения травмы он один. На ринге два врага. Иван Морн, который мечтает, который старается изо всех сил не дать Морозу подойти в стопроцентной готовности к официальному матчу. Но Анатолий... Анатолий на морде находит управу. Вот только бомба не прошла. Спасается бегством Иван. Анатолий Мороз! Да, мы, конечно, поздравляем Анатолия с победой. Но другого, наверное, ожидал. Лидер турнирной таблицы. Интересное противостояние у них с Сигурдом. Получилось, конечно, вмешательство Ивана Морна. Испортило все впечатление. Да и особых увечий Морозу, кажется, не принесло. Так, стоп, да, и мы совсем забыли, что Анатолий еще девять матчей ждет. Перед встречей с Морном. Тогда у Ивана точно все шансы. Секунд даже не за тридцать, как обещал Иванов, а за десять победить Мороза. Сальвадор Эль Руссо выходит на арену Красный Треугольник, чтобы поучаствовать в турнирном поединке против Льва Сорокина, против своего старого приятеля, который пошел по скользкой дорожке. Если вы не видели подготовку Льва к этому матчу, то он отправился к Константину Иванову и Дину Харллу. Они его шпыняли, издевались над ним, и, по его мнению, он извлек какой-то урок. Но качественные изменения их реальность сможем увидеть только мы. Лев Сорокин! Посмотрите, сразу же под предводительством Константина Иванова. Я бы назвал это даже подгонениями Константина Иванова, под надзором. И, учитывая, что репутация Константина на кону, а репутация Константина сильно печется, сейчас у Сальвадора будет сразу два соперника. «Сальвадор! Сальвадор! Сальвадор!» «Сальвадор! Рост 175 сантиметровый вес, 72 килограмма из Санкт-Петербурга! Лев Сорокин!» Итак, «Лучидор» против «Новичка». Рефери проверяет бойцов на наличие запрещенных предметов, на готовность. «Гонгдан!» Поехали! В копилке на двоих у Сальвадора и у Льва Сорокина целых ноль очков. Это делает матч менее интересным, это делает вывеску менее интересной, с одной стороны. Но с другой сейчас мы увидим первую победу одного из бойцов в турнире. Либо ничью, которая может стать первой ничьей в турнире. То есть, что-то первое мы сегодня увидим. Какой-то исторический момент нас ждет. Сальвадор отбивается от Льва, который за своими рассказами, я даже не заметил, как очень даже дерзко пошел вперед и умело, может быть. Иванов и Харл неплохие тренера, но в первую очередь, конечно, Иванов. Так, и посмотрите, что творит Сальвадор. Работает над спиной. А Льва Сорокина показывает ему, кто здесь главный. Так, 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 и вы посмотрите, что творит. Лев Сорокин – это грязные приемчики. Рефери довольно робко на них реагирует. Здесь надо пожестче, зная, с кем Лев Сорокин общался все это время. Нужно следить. Это что, тучок в глаза был и снова? Не видит ничего происходящего судья. Удержание. Удержание ногой от Льва Сорокина. Вообще, по-моему, первый был выход на удержание Льва в турнире. Здесь могу, конечно, приврать. Лев на третьем канате. Лев, вы посмотрите, лэгдроп. Вырывается Сальвадор. Да, качественные изменения есть. А Лев Сорокин на себя не похож. Сальвадор. Воспользовался тем, что Лев отвлекся на своего наставника. Два подряд ураганных наездника. Разгон. Кульбиты пошли. И вот так спиной притаранил в углу ринга. Льва. Сальвадор. Дропкик. И лэгдроп. Не с такой высоты, как у Льва, но зато гораздо чище, гораздо более чище выполненный. Иванов явно недоволен происходящим. А у нас Сальвадор с третьего каната прыгает на Константина Иванова. Отвлекать больше рестлеров не будут в ближайшее время. Это хорошая возможность для того, чтобы завершить спокойный поединок на втором канате Сальвадор. Пытается противодействовать Сорокин, но нет. Колесо Фортуны, которое не привело пока к победе Сальвадора. И это выход на мексиканский летящий дракон. И Лев Сорокин быстро сдается, не выдерживая нагрузку на руку. Сальвадор и Лерусо добывают свои первые очки в турнире. Сразу два, а Лев Сорокин остается с баранкой. Предсказуемый исход поединка, но Лев... Лев, я скинул такую пословицу, как он сказал, из нас покажет тот, где срал. Тихо! Потом ты начал поездить, как ты слышишь, в туалетной бумаге. Сальвадор и Лерусо неудовлетворительно оценил направление, которое взял себе Лев Сорокин. Сальвадор и Лерусо неудовлетворительно оценил направление, которое взял себе Лев Сорокин. Сорокин к мечте так, а... Ну, рассказывай. Почему? Ломай. Я тебе говорил. Я тебе говорил. Что? Всегда бить. Константин Иванов наказывает за поражение своего ученика, точно так же, как это было и перед матчем. Лев мог этого ожидать. Удар скейтом по спине. Так, 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 и тут Стервятник приходит на помощь своему бывшему подопечному. Стервятник, от которого отвернулся Лев чуть было не... Волча шоком не положил Константина Иванова. Стервятник! 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 Да. Тяжело приходится Льву. Ориентир у него сбит напрочь. Надеемся, что он найдет свой путь. Продолжит прогрессировать на ринге. Но вопрос о том, что может принести Льву победу в этой федерации, в этом промоушене, пока остается открытым. Ну, а Сальвадора мы еще раз поздравляем. Не без труда, но смог он одолеть Льва. Может быть, этот импульс поможет ему в будущем набирать очки в турнире. На этом все. Нам настала пора прощаться. У микрофона был я, Артур Агаджанян. Вы смотрели NRGW. Доброго вам здоровья. Еще услышимся. О, Армиго, ты что тут делаешь? Хочу спросить. Ты спиваешь за мной? Да, да, да. Ваши первые эмоции после матча с Львом Сорокином? Слушай, по поводу матча. Как я и говорил, нашел, мы увидим, какой шаг предпринял Лев Сорокин. Мы это увидели. Как я и говорил, мы увидим, к чему это приведет. Мы увидели. Как я и говорил, Лев Сорокин, почувствующий себя Коннором Макгрегором на конференции, получит по заслугам, так же, как это и было с Коннором. Правильно? Мы это увидели. Он получил. Как я и говорил, я его просто так с рингами отпущу. Я это сделал. Что ты еще хочешь? Победа за мной. А Лев Сорокин идет опять учить свои книжечки и читать все, что ему угодно. Адиос. Спасибо.